Звезда сериала «Молодая гвардия» Екатерина Шпица впервые рассказывает о своём расходе. Мы уже полтора года, слава Германа, не живём. На премьере актриса сбивается с ног. Её трёхлетний сын Герман – настоящий сорвиголова. Герману не... Стоит знаменитой маме отвернуться, а его уже и след простыл. А он просто не хочет фотографироваться. Это нормально. Екатерина Шпица оправдывается. С сыном она редко бывает в кино и театрах. Слишком много работы. Пока знаменитая мама на съёмках, ребёнка воспитывают няне и бабушки. Вот от переизбытка эмоций Германа устраивает праздник непозглушания. Ну, расскажи, расскажи. Один вопрос. Ну, актриса уверена. Ребёнку лучше дома сидеть, в тепле и в компании любящих родственников, чем мотаться с мамой по холодным гримеркам. Сынок, я сейчас не могу. Сынок, извини, сынок, мне нужно в кадр. Сынок, ты вот, ну, разрываться между работой и ребёнком уже в возрасте, когда он всё прекрасно понимает, это не очень хорошо. Екатерина Шпица – мать-одиночка. С отцом мальчика, каскадёром Константином Адаевым, их пути разошлись, когда Герману был всего один год. Актриса не скрывает, они даже расписаны не были, но расстались друзьями. Я уже почти полтора года как не состою в браке. Вот. В принципе, он не был никогда официальным, я не была замужем. У нас прекрасные отношения, всё хорошо. За исключением того, что мы не пара в данный момент. О расставании Шпицы с отцом Германа ходили самые невероятные слухи. Одни уверяли причины расставания – тёмные прошлые актрисы. Якобы Шпица пробивала себе дорогу на экран, танцуя полуголой в ночных клубах. Я этим зарабатывала. Я первое время жизни в Москве зарабатывала танцами, чтобы была возможность снимать квартиру. По другой версии, 50-летняя Шпица отправила гражданского мужа в отставку, когда на горизонте замаячил 44-летний режиссёр Мариус Вайсберг. Самый завидный холостяк российского кино. Они вместе позируют фотографом на красной ковровой дорожке, ужинают в ресторане, ходят по магазинам и целуются у всех на глазах. Мне рассталось, может, что бы ты убила там Марьюсу. Я убила? Да. Я бы не сказала, что не скандально. Я думаю, что это жизненно. Звезда «Молодой гвардии» не отрицает. Роман был, но недолгим. Сегодня режиссёр Мариус Вайсберг выводит в свет новую подругу – актрису Наталью Бордо, которая, по слухам, уже носит его ребёнка под сердцем. А Екатерина Шпица снова в активном поиске. На данный момент я свободная девушка. А пока Екатерина Шпица всю себя отдаёт сыну. Вместе они наряжают дом к Новому году и разучивают стихотворение. Герман уже вовсю берёт пример с мамой и на утренниках играет только главные роли. 29-го числа будет уже открытый утренник. Я уже себе забила в график, чтобы меня никто не трогал в этот торжественный день. Я не обязательно пойду смотреть. Звезда молодой гвардии надеется, что в Новом году наладится и её личная жизнь. И Екатерина Шпица встретит своё счастье. Очень верю в эту магию. И ставим бокал шампанского, пишем на бумажечке желание, подбой курантов сжигаем. Тут главное – пальцы не опалить. Пепел в шампанское и обязательно до дна. Продолжение следует...